Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему при назначении антибиотиков больному никогда не делают анализ крови? Подходит ли антибиотик или не подходит? А сразу назначают антибиотики? Продолжение следует... 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 источник обзорствления и решаешь судьбы других людей. Давайте ближе к вашей специализации. Почему в каждой в ковидной облигании медиков обязательно есть анестезиолог? Анестезиолог – это доктор, который регулирует жизненные или витальные функции организма. Витальные функции организма – это система кровообращения, дыхания, температуры и сознания. И анестезиолога учат этой регуляции в протяжении многих лет. Тяжесть состояния больных ковид, агрессивное течение самого ковида, когда изменения нарастают буквально в течение часов. Нарушение дыхания возникнет в течение нескольких часов, когда надо уже включать систему, которая будет поддерживать это дыхание. Именно поэтому обусловляет то, что необходимо включать анестезиолога. И это вызвало, уже имеющийся дефицит, усугубило. Поэтому врачей не так много анестезиологов. Подготовка их государством увеличивает на фоне эпидемии. Но врачи работают, конечно, в очень большой физиологической области. Потому что, когда становишься доктором, ты все-таки берешь на себя ответственность за жизнь других людей. И никто не спрашивает, ты более суток на работе выходя работаешь, если нет, у тебя даже нет. Поэтому, ну, хотелось бы врачам сказать, «Дошу, спасибо». Елена Николаевна, в данный момент много ли тяжелых ковидных больных? Подскажите, пожалуйста, вопрос. Много ли сейчас тяжелых ковидных больных? Именно тяжелых? Тяжелых много. Может быть, не так много, как на определенных этапах эпидемии. Но характерно то, что среди заболевших на колякчиках реанимации только единицы непривистых. Вернее, единицы привистых людей. Вот это сейчас волна идет. Кого не спросишь, они не прошли ни одна прививка. Ни один прививок. И очень тяжело в том, что это играет. Расскажите, как медики определяют тяжесть? Вот когда еще нормально, легко, а тут уже тяжело и нужно в реанимацию. Ну, тяжесть состояния больных расписана в нашем инвестициональном протоколе. С момента возникновения эпидемии есть протокол. Там расписаны степени тяжести, параметры, на которые мы ориентируемся. Этот протокол постоянно обновляется. Вот, скажем, последнее обновление было буквально несколько дней назад. Оно касалось того, что больных можно выписывать со стационаром. Передавали им в аренду кислородные концентраторы, и все эти больные кислородозависимые. И требуют дыхание обогащенным кислородом. Это во Львове, где-то первый такой эксперимент, он был весьма эффективным. Букты больных уже обновляют домой с кислородным концентратором в обновлении семейного доктора. Это последнее обновление. Обновление к протоколу, основной его части, идет буквально на каждой из лезвий и боли. Подождите, но если человеку нужна кислородная поддержка, разве его можно считать выздоровевшим? Да? При ковиде можно. Потому что основной момент неосредействия ковида это легкие. При тяжелом течении ковида легочная ткань, дышащая ткань, заменяется сомневительной тканью. До трех месяцев процесс может находиться в состоянии обративности, скажем так. И многие люди, которые именно через реанимацию, я бы говорю, за этих больных, они становятся хроническими больными, больными с хронической легочной недостаточностью. И они требуют для своей жизнедеятельности иногда жизненного кислорода, кислородным концентрациям. Дышущая поверхность легких уменьшается. Человек выздоравливает, он не болеет ковидом. У него нет никаких других инфекций. У него просто легкие устраиваются так, что кислорода 21% в воздухе находится, ему мало этого кислорода. Ему надо там 35% вдыхать, чтобы жить дальше. Поэтому ему дают кислородный концентратор, и он с ним работает. И это может быть пожизненно. Разные люди приспосабливаются, когда уже выздоравливают, по-разному. Это определяется величиной пораженной поверхности легких, процессом, который идет, потому что там, применяя определенные медикаменты, можно как-то добиться уменьшения поражения легких. Вот вначале заменяется, потом что-то восстанавливается, или оставшаяся часть легких берет на себя компенсацию дыхания. И таким образом, как бы человек, ну, может выполнять большую нагрузку, вернуться к своей работе. А у части больных, выздоровевших, они уже не больные. Они просто больные, которые не имеют здорового легкого. Функция легкого нарушена. А заболеваний нет. Ковид уже ушел. Он сделал свое врядное дело, как говорится. Могут ли больные ковидом совершать какие-то неправильные действия, которые ухудшают их состояние? Могут. Например, я скажу так, могут что-то на начальных этапах заболевания, иногда даже, может быть, не понимая, что они больны ковидом, они могут заниматься самолечением. Принимать какие-то препараты, потому что там, ну, соседи сказали, знакомые сказали, в интернете что-то нашел сам, я себя этим полечу. Самое главное условие – это то, что, ну, если ты не хочешь тяжело болеть ковидом, пожалуйста, привейся. Это первый момент. Второй момент – обратись сразу же при первых признаках недомогания к семейному доктору. Чтобы он определился, это у тебя ковид, это у тебя проника, респираторное заболевание, сезонное, мы входит в сезон таких заболеваний, и все виды гриппа никто же не отменял, эта инфекция как была, так и есть. И чтобы доктор разобрался, может, у тебя грипп, там, аж один, еще и какой-то. Можно ли сейчас отметить какие-то особенности у тяжелых пациентов с ковидом по сравнению, например, с другими тяжелыми больными или с теми тяжелыми случаями, которые были год назад, когда их было очень много? Конечно. Каждый новый штамп ковида, он имеет свои особенности. И в первую очередь эти особенности связаны с воздействием на легочную ткань. Их не видно. На КТ будет картина одинаковая, что в начале эпидемии, что сейчас. Но, скажем, если мы говорим о штамме Дельта, то сам процесс механической вентиляции легких достаточно тяжело проходит. Он не проходит так, как это было в начале эпидемии. Поэтому подобрать к больному режимы вентиляции то, что мы называем синхронизировать работу легких у больного и аппарата, чтобы они не работали каждый по-своему. Ведь в вентиляции, когда они синхронно работают, очень сложно. Нарушается растяжимость легочной ткани, я так могу сказать. Ухудшается. Легкая, очень жесткая становится на Дельте. И это затрудняет вентиляцию. И объясняет, вероятно, летальность, потому что легочная ткань будет хорошо растягиваться у молодых. А по мере того, как ты стареешь, многое в тебе перестает растягиваться, так как молодец. И в результате очень сложно работать. А как решают сейчас эту проблему, вот эту новую проблему? Ну, аппаратура у нас есть на сегодняшний день в огромном количестве. Вот, нехватки дыхательных аппаратов нет. Приспосабливается в подборе и потом проводится обучение, скажем, у нас в области по анестезиологам в режиме интернета. Объясняют врачи один к другому, иногда даже используя скайп, показывая прибор, параметры, какими ручками что покрутить, чтобы подобрать режим выделяции. Я вот так прощенно скажу. Ну, мы тоже работаем для того, чтобы объяснять людям, как себя вести правильно, зачем вакцинироваться, чтобы меньше людей болело, в том числе в тяжелых формах. Расскажите, как долго может длиться тяжелое состояние у ковидного больного? Ну, сам вирус уходит достаточно быстро, сам вирус. Он действует там 7-10 дней, и он уходит, его уже нет в организме. Остается вот тот погром в организме, который он после себя оставил, хвост, в первую очередь поражение легких. И это может длиться очень долго. У нас есть больные, которые вентилировались по 2 месяца, были на аппарате и уходили домой потом. Но одни уходили, скажем, с незакрытой тарахиостомой, другие уходили с закрытой тарахиостомой и потом возвращались к работе. Некоторые уходили полуинвалидами. Ну, это индивидуально. Вот. Но, может быть, почему, говорят, необходимо прививаться, потому что чем легче протекает ковид, тем меньше угроза для тебя, как для больного, что ты останешься инвалидом. Прививка сама по себе все-таки гарантирует легкое или среднее тяжесть течения ковида. Если идет тяжелая форма ковида с длительной вентиляцией, то человек, конечно, уже никогда не будет иметь такое качество жизни, как он имел дозаболевания. Часто говорят о процентах поражения легких. Есть там 15, 20, 70 процентов. Объясните, что это значит? Ну, это условная единица. Это не в буквальном смысле, но так, чтобы было понятно. Если все легкое принять за 100 процентов, то там 5 процентов поражения, значит, легкое поражение легкое течение. заболевание. Если мы говорим 95 процентов, то практически вся левочная ткань поражена воспалением, которое вызывает ковид. Естественно, отсюда следует, что если 5 процентов, то это больной пройдет при нормальном поведении, нормальном лечении, нормально выздоровеет и вернется полностью в прежней жизни. Если 95, то это больной, который сразу требует безусловной госпитализации в отделении реанимации, вероятно, быстрая инкубация и перевода на искусственную вентиляцию легких и так далее. И исход, конечно, может быть плохим. Умора до смерти больше, у того, у кого 95 процентов легких поражено. Ирина проскурова спрашивает, как штамм дельта влияет на почки? Так же, как все остальные штаммы. Какой-то специфики нет у него. Ведь ковид поражает все-таки респираторную систему в первую очередь. А если идет поражение почек, то это уже развивается признак того, что идет острое поражение почек, развивается синдром полиорганной несостоятельности или недостаточности. Это значит, присоединилась инфекция дополнительная. Кроме ковида, которая есть, мы живем в среде микробов. Она есть у нас дома, она есть в больнице. В больнице эта инфекция более жесткая, потому что там микробы размножаются. В больнице те микробы, которые живут в среде антибиотикотерапии, они очень агрессивны, они выжили в этой среде. Дома вы же не пьете каждый день антибиотики, поэтому любое лекарство принятое дома, оно будет лучше действовать антибактериально, чем, так сказать, в условиях больницы. Это большая мировая проблема, она много лет уже с ней борется, и поэтому просят, не принимайте бесконтрольные антибиотики. Если вы дома пьете бесконтрольные антибиотики, ваши домашние друзья, ваши микроорганизмы, они оказываются устойчивыми к действию этих антибиотиков, то есть на них антибиотики не действуют. Это может растить дома, если самостоятельно лечиться. А что касательно пульчиков, то цифики нет. Развивается полиоранная несостоятельность, будет острое поражение пульчика. Я понимаю, что лучший вариант это не попадать в больницу, чтобы не заразиться сильными вирусами, стойкими антибиотиками. вирусами, а микробами. Вирусы, микроб, это немножко разное, но вообще лучше не попадать в больницу, потому что ты ведь, когда попадаешь в больницу, с любым заболеванием, даже с плановым, ты, безусловно, попадаешь в микрофлору в больнице. Это очень большая мировая проблема. У нас практически нет резервных антибиотиков, и мы идем, весь мир идет к тому, эта проблема обсуждается на форумах научных и так далее, что скоро у нас не будет антибактериальных препаратов, которые будут так эффективны, как в то время был пенициллин, который был первым препаратом антибиотиков и который косил все антибиотики. Антибиотик, все микроорганизмы, что такое? Микроорганизмы это мир тоже свой, там их огромное количество, и все они борются за то, чтобы выжить, так как мы боремся за то, чтобы выжить, так и они, как все живое. И поэтому в ответ на создание антибиотиков они внутри себя создают систему, которая будет защищать их и не убивать. Поэтому не надо пить антибактериальные препараты бесконтрольно, без показаний. Скажите, в самом худшем случае вот такая резистентность к антибиотикам к чему может привести, чем это грозит человечеству? Ну, что мы вернемся вот туда, в ту эру, когда мы жили без антибиотиков, когда от инфекционных заболеваний, от даже плановых оперативных вмешательств умирали люди. Ведь переворот сделал пенициллин, а до этого это же все боялись, как будет, ведь нагноение процесс шел. Вот мы будем, не знаю, как бороться, может быть, что-то придумают. Почему все бьют тревогу и говорят, ребята, не пейте неконтролируемые вот такие лекарства? Особенно антибактериальные препараты в мире, нигде их нельзя купить без рецепта. Это только у нас можно прийти в аптеку и тебе на выбор дадут 10 или 12 или 15 антибактериальных препаратов. Мы сейчас поговорим о том, как себя правильно вести пациенту, чтобы не ухудшать свое состояние, но пришел вопрос от пользовательницы, как применяют лекарства, которые мы получили в качестве гуманитарной помощи для прерывания цепочки РНК-вируса. Кто их и когда получает? Речь идет, наверное, об американских вот этих новых лекарствах. Не понимаю до конца этого вопроса, как применять лекарства, если вы получили гуманитарную помощь, то лекарства должны пойти в больницу, их нет в свободной продаже, и вам доктор, который назначает, объяснит, как их применять. Как их принимают, интересуется человек? Нет, я просто объясняю, как я могу сказать, как применять. К каждому лекарству есть инструкция. То, что получают по гуманитарной помощи, это тоже есть инструкция. Но сейчас же мир очень разнолитый, очень много людей, родственников там за рубежом, может быть, они вам сами высылают какие-то препараты. Не могу сказать, читайте инструкцию, там все написано к любому лекарственному средству. Итак, как себя правильно заболел знает, что у него ковид? Как себя правильно вести, чтобы не усугубить свое состояние? Какие действия? А откуда человек знает, что у него ковид? Можно вопрос такой задать? Он, если оттестировался, то, значит, он обратился к семейному доктору и слушать семейного доктора. А самому знать, что у тебя, ты не можешь знать, что у тебя ковид. Без соответствующих анализов. Слушайте рекомендации врача не заниматься самолечением. Вот первое условие. А что категорически запрещено, нельзя и вредно для пациентов с тяжелым течением ковида? Ну, я хочу сказать так, что касательно самолечения, ни в коем случае нельзя пить аспирин. Ну, самолечением на вирусной инфекции нельзя температуру сбивать аспирином. Для этого есть нестероидные противовоспалительные препараты, потому что аспирин применяется в ограниченном числе стран, более 120 стран отказались от его применения. Он действует на свертывающую систему. И вирус бьет по этой же системе, поэтому возможно развитие целого ряда осложнений, в том числе и смертельной. То есть не надо заниматься самолечением. Если у вас есть температура, можно там выпить парацетамол и то помнить, что нельзя пить парацетамол бесконтрольно, потому что при приеме парацетамолов, вот японцы показали три года назад такое исследование, при передозировке поражаются почки, есть смертельные исходы, поражение острое почек до 30% больных или пациентов могут иметь, если идет передозировка. То есть все надо делать под контролем врача или человека с медицинским образованием, который будет понимать о последствиях. Нельзя ходить в баню париться, если у вас, ну, вы подозреваете, что вот у вас такое течение, что ковид. Нельзя этого делать. как вам сказать, потому что опять-таки сама по себе парная, там хоть сухая, хоть и влажная, как там говорят, она нарушает проницаемость мембран, нарушает систему коагуляции, может быть, либо тромбоз, либо кровотечение непосредственно сразу после этой процедуры неконтролируемого. Вот нельзя лечить, если вы подозреваете все-таки, что у вас ковид, нельзя лечиться парилкой, потому что это может усугубить состояние. Нельзя прекращать пить воду, воду надо пить в достаточном количестве, всегда себя гидрокировать, и нельзя пить спиртные напитки неконтролируемого. Потому что опять-таки их прием нарушает обмен веществ и может замаскировать состояние усугубления, общее ваше состояние, которое связано с воздействием ковида, скажем, вируса ковида, скроется, оно замаскируется тем, что вы будете думать, что у вас похмелье, грубо говоря. Спрашивают пользователи, которые нас сейчас смотрят, что нужно и полезно кушать при ковиде, семейный доктор не дает никаких комментариев по этому доктору. Ну, нужно кушать, нужно полноценно питаться, нужно принимать не меньше одного грамма на килограмм массы тела белка, это принципиально, вот, нужно употреблять большое количество фруктов натуральных, соки делайте, фреши делайте из этих фруктов, вот, это полезнее, чем, скажем, соки в паках, которые вы берете, искусственные, и употреблять достаточное количество кисломолочных продуктов, нельзя голодать на фоне ковида, пить только воду, это плохо, потому что будет разрушаться ваш внутренний белок, а снижение содержания белка общего в организме приводит к тому, что уменьшается иммунитет и возникает дополнительное осложнение, то есть голодая вначале вы себе как бы программируете тяжелое течение заболевания. Бывает ли сейчас так в реанимациях, что пациентам с диагнозом ковид, а потом обнаруживают, что это не ковид, а какая-то другая болезнь, и наоборот, что привезли там с инфарктом или еще чем-то, а потом обнаруживают, что это ковид. Поступают больные сейчас все-таки на осторожной сети, поэтому идет в ряде случаев есть состояние гипердиагностики у врача, у первого контакта врача скорой помощи, вот он приезжает, он скажем, кашель у больного, больной хроник, у него там был в анамнезе инфаркт и так далее, он доктор как бы боится пропустить ковид, и он скажет, что это пневмония скорее всего ковидного генеза, больного привозят в стационар, делают ковидовские тесты, обследуют, иногда даже при показаниях делают компьютерную томограмму и определяют, что вот это его состояние пневмонии, что это последствия декомпенсации хронического сердечного заболевания, и лечится совершенно иначе. Бывает, но лучше доктора сейчас все работают по такому принципу, что лучше перевдеть, чем недовдеть, извините, но пропустить остались дома, это взять на себя большую очень ответственность. Так, можно ли принимать антибиотики, гормоны дома? Можно ли принимать гормоны дома? Категорически нельзя принимать гормоны дома. Категорически, потому что согласно протоколу гормоны назначаются только в стационаре. Гормоны дома принимать нельзя, потому что вообще, когда возникли вирусные заболевания, когда возникли гормоны, это много, десятилетий назад был такой закон, что вирус и гормон не сочетаются. И ведь когда назначают в стационаре гормоны, не тогда, когда активный вирус, а тогда, когда начинаются последствия перенесенного вирусного заболевания. Более того, если больные употребляют сами эти гормоны или 8 дней приема гормонов, я вам так могу сказать, требуют потом выхода из этих препаратов 4 недели. За 4 недели возможно развитие скажем целого ряда изменений в организме, потому что гормоны это такие вещества наши внутренние, которые регулируют нашу жизнедеятельность, их в микродозах вырабатываются в организме, в норме и регулируют нашу жизнь. Когда мы агрессивно пьем большое количество гормонов, то мы нарушаем все гормональное зеркало нашего организма. Это чревато большими осложнениями, возникновением целого ряда поражения целого ряда органов, зависимости что ли гормональное возникает. А на фоне вируса, что опасно, что именно на фоне чистого вируса, когда еще микробы не присоединились, нарушаются иммунитеты, вирусная инфекция может идти агрессивнее, я неправильно даже говорю, я скажу так, если непоказанной гормоны вот только началось чистое вирусное поражение, а вы их начали пить с первого дня заболевания, условно говоря, то у вас инфекционное осложнение разовьется гарантированно раньше, а так бы без гормонов вообще могло не развиться, и вы бы проскочили очень легко и быстро из этого вируса вышли бы без осложнений сопутствующих инфекционных. То есть получается, ну, лучше вообще не принимать самостоятельно лекарства, а советую обезболевания. Безусловно. Нельзя заниматься самолечением не только ковида, вообще любого заболевания, потому что я говорила и говорю, самое длинное образование из всех специальностей это образование обучения медицине. Это образование, которое тянется вот на сегодняшний день 8 лет надо учиться, чтобы стать доктором, а потом еще долго-долго работать, чтобы стать хорошим доктором. Иногда приходится работать всю жизнь. Но это образование единственное из всех видов специальности, которое не допускает вечернего и очного и заочного обучения. Это очное обучение, потому что симптомы заболевания, если открыть книжку и начать читать, ну, просто болезнь студентам третьего курса, когда у них клиника начинается активно. Все до одного заболевания можно найти у себя и начать это лечить. То есть надо видеть больного, понимать больного, понимать, как трактовать анализы и сообразно этому лечить больных. Давайте еще подведем такой общий этап по вакцинации. Почему нужно прививаться, если привитые все равно болеют, как это известно? Надо понимать, почему болеют привитые. Начнем с этого. Привитые болеют потому, что либо недостаточный иммунный ответ низкий у этого человека, это особенность его матрицы, его иммунной системы, что в нем заложено, либо уже срок прошел после гарантированной прививкой иммунного ответа, то есть прошел срок, а этот срок длится, прививка гарантирует на срок 3-6 месяцев на сегодняшний день касательно ковида, это то, что есть во всей литературе данные, поэтому люди могут болеть, если может быть такое, что вы сделали прививку особенно разными, там сами ходят делают ИФА, проверяют есть ли антитела или нет, на астрозанайку это еще будет вам что-то отражать, на файзеры модерну это не будет показывать, потому что они не теми тестами пытаются выявить наличие иммунитета, гуморальные иммунитеты клеточные это две разные вещи, есть специальные белки, которые вырабатываются в результате прививки модерной и файзером и их надо совершенно в других лабораториях тестировать не там, не на потоке, которые определяют и поэтому ответ есть, но не в виде тех антитела, реактивны, которые есть, чтобы было проще. Есть интересный вопрос о прививке от пользователя, прививались с файзером первая, 16 июля, 2 в конце сентября в последних числах, надо ли делать третью? Июль, сентябрь и третья. Ну, во-первых, я не понимаю, как вы файзером прививались, 28 дней, допустимая, разница между первым и вторым уколом, ну, первой и второй дозой, то есть у вас вообще вся прививка как бы ни о чем. Не узнали вам третья доза, откуда я знаю, я вам не могу сказать. Официально у нас еще нет, в отличие от Израиля, где не выдают сертификат, если нет трех доз. Модерна и файзер, ну, все, можно сказать. Скажите, что категорически нельзя делать человеку после тяжелой формы ковида, он уже выписался из больницы, и слава богу, ему не нужен кислород, но чего нельзя делать, и какой период? Спорт? Да-да-да. Ну, спорт, это все-таки под руководством я бы пошла тренера, если бы занимались, кто-то должен, если вы ходите в зал, там, такие тренировки, то постепенно это надо делать, надо помнить, что последствия, вы их можете не ощущать, но они достаточно серьезные, поэтому вводить нагрузки дополнительные надо постепенно, это первое. второе, чего нельзя делать, нельзя одеваться не по сезону, соблюдать терморежим организма, то есть, если вы только вот переболели и вышли не по сезону одетым, переохладились, то возможно возникновение, вы помните, что у вас ослабленный иммунитет, и что может возникнуть простуда, там, не связанная с ковидом. Все-таки беречь себя, надо, да. беречь себя. На финал нашей встречи мы всегда просим гостей дать ваш прогноз о развитии пандемии в ближайший месяц и в этом осенне-зимнем сезоне. Ну, я хочу сказать, что если исходить из того, что мы знаем о течении вируса в Индии, например, да, там было самое большое поражение такое, там он выявлен, то можно сказать, надо надеяться, что 8 марта где-то майские праздники мы встретим без ковида точно. может быть, а может быть возникнет еще какой-то очередной мутант. То есть этого я не могу сказать, но если, скажем, с этим штаммом, то, исходя из того, что есть, он все-таки, и вообще надо жить с мыслью, что человечество пережило миллион эпидемий, массу эпидемий, и все эпидемии обязательно кончались, поэтому надо жить с верой в то, что мы вступаем в третий год, и в среднем все эпидемии на протяжении трех лет закончились. Ребен надеется, что весна пройдет благополучно. Ну и вопрос от пользователя прилетел по выходу из ковида. Какая дыхательная гимнастика максимально полезна для восстановления? Как я вам покажу? Опять-таки я хочу сказать так, что если вы занимаетесь тренером грамотным в зале, то он вам покажет определенные упражнения, силовые и так далее. Любая потом есть в реабилитационных центрах в принципе при областных больницах и при других есть отделения, которые называются физиотерапевтическими отделениями при консультативных поликлиниках. И там обязательно есть врач по лечебной физкультуре, который может, вы можете к нему обратиться, он вас обучит, какие вам нужны, конкретно вам какие разрешены упражнения, которые пойдут на пользу, не будут чрезмерной нагрузкой физически для вас и так далее. Огромное вам спасибо за интересную беседу, Елена Николаевна. Я напоминаю, что все ответы доктора будут опубликованы на страницах Рената Ахметова в соцсетях. Читайте, не поддавайтесь панике и будьте всегда в курсе. До свидания, до следующей среды. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова